Салем Семей 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 Семей Салем Семей 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 А что еще любите делать? Играть. Играть. Во что играете? Какие игры? Куклы. Куклы. А я умею играть с котиком. Играть? С котиком? Да. У тебя есть котик. Я вожаю в том. Том. Прекрасно. Девочки, а о чем вы мечтаете? Есть мечта? Чего бы вы хотели? Может быть, уже знаете, кем будете, когда вырастите? Доктором. Доктором. А вы, девочки? Да. Тоже доктором? Да. Я не буду доктором. А кем вы? Пожаромашиной. Кем ты будешь? Пожаромашиной. Пожаромашиной. Пожарником. Пожарным будете, да? Прекрасная профессия. А о чем мечтаете? Есть мечта? Да. Дед Морозу же письма пишете, да? Да. Что загадываете? Не письма. Ну, пишу подарки. Какие? Ханны подарок срочет? Куклы. Куклы. И машины. И машины. И пожарные. Еще куклы. Еще куклы. Куклы, в общем, хотите, да? Танцевать всегда будете? Будете ходить в танцевальную студию, да? Да. Не оставите танец. А какой танец хотите еще танцевать? Вот сейчас вы танец куколок научились, уже танцуете его. Какой новый танец хотели бы вы выучить? Какой новый? Может быть, народные танцы? Да, хотим народные танцы. Тоже хотите танцевать их, да? Ну, молодцы, девочки. Успехов вам. Сәтлік тілеем сіздерге. Посылу нырлі баулар көві версіндегін тілееміз бар. Рахмет енді кәдір біздің шабуд сүйосының шкандай бүлдіршіндері біздің көрімендерге әдемі пиевелеп берет. Солу емі сіпе? Я салу, айлий. Вашей студии не исчерпаемого вдохновения, успехов, побед на больших сценах. Ну, и, конечно же, всегда талантливых творческих деток вам. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студия Шабуд представит вашему вниманию танец куколок. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студии Шабуд представит вашему вниманию танец куколок. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студии Шабуд представит вашему вниманию танец куколок. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студии Шабуд представит вашему вниманию танец куколок. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студии Шабуд представит вашему вниманию танец куколок. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студии Шабуд bizцовkom. Уважаемые телезрители, сейчас нас ждет рубрика, а после студии Шабуд радулись куколок. Продолжение следует... 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 Местеб-кабыргасында талималып, тұрлы байқаулардын шет қалмай жүрген жас пешилердің арман асқақ. Алға койған мақсаттарына жету жолында аптасына бірнешет бей үрмесінде жаттыға. Кезгілген шығармашылық байқау өз өнерінді қалын көрелменге паш етуған емес. Өзгелерге қара бойтызу, тәжіріпе алмасу қазақтың ұлттық бей өнерін насиқаттау. Музыкалық ұрғаққа сай дене қимылмен көрсетілетін өнерді мұна балғындар үлкін қызығушылықпен менгеруде. Қазақ бейі бейшінің қозғалысы мен дене қозғалысы арқылы көркем обрызды бейнелейдің ұлттық сақыны өнері. Әр қалықтың бейіне қарап, өнер сүйір қауын оның тұрмыз салты мен, дәстүрі мен танцыба мүмкінді қалады. Оған қоса бей тамаша спорт, олай болса бейбелек шынығып жүріңіздер. Бей өнері оқушылар дене өтімнің әдемі қалыптасуына үлес тегізіп, ден салықтарын шынықтырып, салаватты өмір салтын ұстануда өте маңызда. Бей өтімнің қалыптасуына қалыптасуына ғанымызда. Субтитры подогнал «Симон» 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 Развитие внимания «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Во всех играх нужно соблюдать специальные правила Субтитры подогнал «Симон» 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 В нашей республике, в области, в городе, в вашем клубе. Что было организовано, какие встречи, проходили мероприятия, соревнования? Первый чемпионат по спидкубингу подагидывается в Казахстане мы провели в Астане в октябре 2017 года. Дали возможность нашим ребятам казахстанским поучаствовать и заявить себя в мировых рейтингах. После этого прошел второй в Актюбинске. Уже сейчас очень много соревнований, которые планируется в Казахстане провести. И вот самый масштабный из всех, которого даже не было в рамках СНГ, он пройдет здесь у нас в семье 8-9 июня в Натографинтеллектуальной школе. Кто может принять участие? Уже на сегодняшний день заявили об участии, даже уже закупили билеты к нам. Это участники с Нидерландов, с России, Узбекистана, Ирана. У нас будет очень, так сказать, чемпионат пройдет под гиды ВЦА, и у нас будут все абсолютно дисциплины, которые существуют в ВЦА. То есть это тоже говорит о масштабности мероприятия, что не выборочно, а провели абсолютно все. Это по… вот, если можно, так? Да, да. Покажем. Ребята покажут. Достаточно. Вот, кубики, это головоломки, которые идут в рамках признанной ВЦА. И у каждого своя дисциплина, да? Да, по каждой, это каждая своя дисциплина, которая сам, свои рекорды, соответственно, да. Кому-то, кто-то один приупсевает, другом, кто-то другой приупсевает. Они все разные. Да. Это, то есть здесь 2 на 2. Это 2 на 2, то есть здесь просто два слоя. В классическом три слоя, а тут как бы два. То есть этот кубик немного легче, чем обычный кубик-рубитра. Эта головоломка называется Клок. У нее две стороны, и получается, у нее задача в том, чтобы все вот эти стрелки были на 12 часов. Вот с путем, получается, нажимания кнопки шестеренок, все это делается. 2 на 2 до 7 на 7 идут кубики. И, соответственно, чем больше делений, тем сложнее его собирать. Ой, а это вообще, наверное, самый сложный. Это 7 на 7. Это вот 7 на 7. Оригинальные какие-то показы, которые есть. Вот Сквайр, например. И у них у каждого свое название. Меняет не только цвета, еще и форму меняет. Действительно, разная форма. То есть тут надо еще по цветам собрать, и потом еще по форме. Олег, а мы знаем, что вы чемпион. Вот этот самый сложный. За сколько собираете? За 5 минут. За 5 минут. А кто-то всю жизнь. Что еще у вас есть? Есть головоломка с куб. Она крутится, получается, не через стороны, а через уголки. Углами, углами, да? Угол это царап. В это время размешиваем. Как она крутится, показывает. Амир, вот. Это не размешивая. Там гораздо будет по грани. У каждого кубика своя специфика. На свои особенности, свои формулы. И вот их нужно, чтобы их собрать, нужно все эти формулы знать. К чемпионату готовитесь, ребят? Да. Все будете принимать участие? Да. У каждого своя дисциплина? Да. Или вы все в одной будете? У всех. У всех по-разному. Да. А вы, Олег Анатольевич? Да. Вы-то мастер у нас, наверное, по всем дисциплинам. Нет, я не умею закрытые мастерами, так что нет. Там есть дисциплины очень сложные, такие как с закрытыми глазами, одной рукой, вот, и на количество ходов там, вот. В этих дисциплинах у нас еще в Казахстане пока сильных рекордсменов нет, но приезжают вот как раз такие мировые рекордсмены. Один из них это с России приезжает Роман Страхов. Он в прошлом году стал победителем российского конкурса удивительные люди, которые умеют собирать кубик Рубика с закрытыми глазами и в это же время ехать на велосипеде. Кошмар, кошмар, как это опасно. Вот такой человек приедет к нам на соревнования сюда. Также приезжает спидкубер, входящий в топ-3 мира. Это с Нидерландов Мац Ваук. Это вот кумир многих этих ребятишек, из-за которых у нас весь Казахстан сюда съезжается, просто чтобы его посмотреть. А перед международным чемпионатом, вот в ближайшее воскресенье 22 апреля в Назарбаев интеллектуальной школе пройдет городской турнир, в котором уже на сегодняшний день зарегистрировались порядка 250 участников. Это только дети со школ города. Их гораздо больше, некоторые просто побоялись, кто-то постеснялся, кто-то нет времени. Но вот 250 уже заявили в свое участие. Замечательно. Ребята, чем привлек вас кубик Рубика? Просто это удивительно было. Получается, просто я этим не занимался, увидел, что это делать быстрее, получается, уже больно пошло. Это развивает мышление, память, моторику рук. А что у вас подходит? Ну, я делаю. Сколько уже занимаетесь вообще? Увлекаетесь, скажем так? По-разному. Я 6 месяцев, кто-то в 3 года, кто в 5 лет. У всех своя категория, кто сколько занимается. Да. И какие уже успехи? Продвижение есть, стабильное. Да. Как относятся к этому ваши друзья, ваши близкие? Положительно. Друзья удивляются. Да, положительно. Друзья удивляются, а родители говорят, ну, положительно относятся, но уже как-то не удивляются. Да. Ясно. Ну, казалось бы, ну, вот научился, да, вот какую-то специфику уже знаешь, но есть к чему стремиться всегда, да, потому что каждый уровень своей сложности, да, каждый кубик – это своя специфика, свое движение, своя форма, свои какие-то загадки и тайны, я не знаю. Вот я на них смотрю и я просто представить могу, как можно за несколько секунд собрать разобранный кубик. Ну, получается? Да. Усилия должно быть, да? И мотивация. У вас какая мотивация? Мировые рекорды. Да. Вы все стремитесь к рекордам? Да. А рекорд – это какое количество времени? 4 секунды. 4 секунды. 13-13 секунды. А сейчас ваше количество времени? 5 секунд. 16 секунд. 16 секунд. 13 секунд. 17 секунд. Продемонстрируйте, пожалуйста, чтобы это было неголословно и наши зрители видели ваши секунды. Не собирайте, пока разоберите. Разобранный вид, чтобы вас обновлено показали. Все. Ребята разобрали, да? Держите повыше. Наши зрители должны это видеть. На старт. Есть. Внимание. Марш. Какая долька это, по-саназору? Над салон. Конечно, есть неудобства. Немножко тесновато. Может быть, студия как-то смущает. И секунд будет больше положенного. Алихан, молодец. Молодец. Амир. Айсултан и Дельбар тоже закончили. Молодцы. Скоро верим. Молодцы, ребята. У вас в клубе только мальчики? Или девчонки тоже приходят? Были, да. Были? Нет, есть. Почему не остались? Некоторые ушли. Свой интерес. Ну, в общем, это мужское дело, да? И судя по чемпионам, о которых вы на Марман рассказываете, тоже мужчины, да, а женщин как-то вот меньше увлеченных, да, кубикам? Ну, в основном, да, потому что спид-кубингом, кто занимается, это у них получается, это целая там, это жизнь. Вот мы были буквально на весенних каникулах в гостях у президента Международной Федерации, Ирона Ивановна Брюхина. Он нас пригласил к себе домой. Вот мы ездили туда. И вот там все просто из кубика. Картины кубик, посуда кубик, мебель в форме кубиков, то есть все в кубиках абсолютно. Ванна с душевой, душевой, все, что там есть, принадлежности, к которым мы привыкли, они все в виде кубика сделаны. Все стилизованы, да? Да, все в стиле кубика, и вот эта целая жизнь, которая вот они этим занимаются, они этим живут. Вот, соответственно, наверное, наверное, по этой причине женская половина сложнее в этом плане, потому что им всегда где-то приходится подстраиваться, наверное, под мужчин. Мужчин чуть-чуть вольнее в этом, да? Но спидклубинг... Могут тебе позволить разного влечения. Да, спидклубинг чем хорош, тем, что он не мешает другим видам спорта. То есть можно заниматься и каратэ, и плаванием, и танцами, и песнями, и параллельно заниматься спидклубингом, да? Он не требует, потому что специальных помещений, специальных залов спортивных, вот, поэтому им можно заниматься параллельно. На автобусе, в школу едет, обратно едет. В любое свободное время им можно заниматься. Но ребята занимаются все вместе, у них есть своё помещение, да? Да. И эта сплочённость, она даже какой-то командный дух создаёт, да? Да. Чем по одному сидеть, что-то собирать, скучновато, да? Да. А есть азарт ещё, да? Это влечит цель клуба, что когда просто один сидишь... Микрофон возьми. Когда один человек просто сидит, тренируется, то уже через какое-то время это надоедает, и хочется, получается, с другими соревноваться. И с этой целью я открыл клуб. Замечательно. Ребята, какие пожелания будут телезрителям нашим и вашим ровесникам? Чтобы не сидели подолгу за компьютерными играми и стремились к большему, ходили на улицу, развивались, и тоже как мы собирали кубики. Борякель. Ну, ты хотела бы просто пожелать учёбы хорошей и просто развиваться. Дильбар. Ну, самое главное не забывать не забывать про учёбу, ну, и при этом можно и заниматься спидкубингом. То есть, каждый может его собрать. Ну, самое главное, чтобы была мотивация и желание. Особых способностей, талантов... Вообще не нужно. Может и не быть, да? Может и любой собрать. Ей, нет, переген, нет, поскольку. Да, может и любой собрать его. Адат Лейдер? Айсентон. Ну, во-первых, да, чтобы за компьютером долго не сидеть, можно прогуляться, в свободное время, можно заняться спидклубингом, как мы, или каким-нибудь другим видом спорта. Лучше заниматься спортом, чем сидеть дома целый день. Действительно, спасибо. Спасибо большое, ребята, вам удачи, успехов. К нам присоединились ребята. Акижан, Павел, Ердос, Акижан и Арнур. Доброе утро. Хайрлтан, хошь келдиньздер. Хайрлтан. Ребят, почему спик кубинг? Почему стали мубликацией кубиком рубика? Неге ос спорттарм танк дадыңыздер, ос. В чем его преимущество? Он козыгтый. Учиться лучше стали? Да. Не, логически, дяксой леймс. Ясно. Помимо кубика, вы еще чем-то занимаетесь? Да. Чем еще увлекаетесь? Баскетболом. Карате. Бальдинг танцем. Вот, прекрасно. Танцем, спорт, плавание, да, и еще и кубик рубика, который способствует, да, развитию. Да. Какой же время был? Какой же время был? Чарксулу, аман? Маган, там, где был? Маган, биржарым жил. Биржарым жил? О, нечем мы грызықтыр седа кейзен. Нечем мы грызықтырды? Маган, ол маған тоң жаңа жылға кубик-кубикті сатыпалды, со шкезе мен кубик-кубикті үрендім. Маған қызық болды сол. Басында жинау қиын болатын ел? Не, қиын болатын. Как же вақыт кетті еңбіріншінағында? Дүргін үшін үрендім. Еңбірі үшін үрендім. Еңбір жинағында неші мүйіт кетті, неші секунд не месі? Маған, 40-й мүйіт кетті. 40-й мүйіт кетті. А, қазір? Қазір 20 секунд. Қазір рекорд 7 секунд, тіл? Қазір едел Қазір Қазір... Қазір күрді үшін үл үмірлік үрендім. Какой из них самый легкий? С какого кубика нужно начинать? МаisoASTарын клирардамын? Қазірvad. 3 на 3 bulbтой. А самый сложный? Қазір 7? 7 мүйіт. 7-7. 6 на 6. 5 на 5. Склайрбус. 5 мүйіт. Bueno, понятно. Вы их освоили уже? twenty- promotes. Молодцы. Вы transgender? liaңының. Я. Почти. Почти. Пол профессиональный. Хорошая моторика, да? Да. Ну и в принципе-то он и развивает моторику Кубик Рубика. С чего у вас началась ваша история и дружба с Кубиком Рубиком? Я. Я. Аким, мы говорим, что Кубик Рубик. Мы, но мы не дали, что мы говорили. Я. Я, конечно, не дали, что Кубик Рубик. Я, конечно, не дали. Вы как вы говорили, как Кубик Рубик. Расширен? Расширен. Я. Я, конечно, тоже Ten Reci. Я не говорю. Арман, это старшая группа, да, ребят? Арман, это старшая группа. Арман, это старшая группа, да, ребят? Ее одну из таких сходок посетила Надежда Васильевна Шарова. Я посмотрела, ей очень понравилось, и на следующем собрании в отделе образования она попросила все школы города организовать такие кружки в пришколах. И вот на сегодняшний день, наверное, порядка уже 80% школ охвачено, открыты кружки. И эти же ребята, которые посещают городской клуб, они же являются руководителями этих кружков в школах. Прекрасно. То есть это приобрело у нас в городе массовый такой характер. И, ну, наверное, в ближайшее время у нас таки будут, да, семей это будет центром казахстанского спидклубинга. Да, действительно, неплохой был бы центр, да? Ребята, вы, значит, в школах теперь ведете свои кружки. Да. Приходят дети. Да. Мы учим их. Много? Желающих много? Очень много. Почти все школы. Почти все школы. Почти все школы. Спасибо большое, ребята. Вы молодцы. Очень приятно общаться с такими увлеченными людьми. Успехов вам, удачи, побед на соревнованиях, в которых вы обязательно будете принимать участие. Программа «Салем Семей» приветствует вас, уважаемые телезрители. Еще час мы с вами и с гостями общаемся на тему передач. Третий час программы мы посвящаем телевекторине «Час удачи. Будь здоров». Ух уж эта весна со своей аллергией. Итак, сегодня мы в первом часе отговаривали на тему настольные игры. Во втором часе мы вам представим наших гостей. У нас в студии футбольная команда, но это будет чуть позже, после того, как мы расскажем вам о погоде на сегодняшний день. Прогноз погоды на 16 апреля. В карауле небольшой дождь. Днем 14, ночью 4 градуса со знаком «плюс». В обрала осадки. Днем слабики термометра покажут плюс 11, ночью плюс 1. Бескарага и небольшой дождь. Днем температура воздуха плюс 12, ночью 0 градусов. В бородолихе осадки. Днем синоптики обещают плюс 11, ночью около нуля. В колботов дождь. Днем синоптики прогнозируют плюс 10, ночью плюс 3. В Копекте также дождь. Днем 11, ночью 6 градусов тепла. В Бурджаре дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10 градусов. В Ахсуате небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 5. В Аягузе также дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 6. В Курчатове переменная облачность. Днем синоптики обещают плюс 13, ночью 2 градуса тепла. В Исковногорске ожидается дождь. Днем плюс 13, ночью 4 градуса тепла. В Семее Пасмурное ожидается дождь. Днем температура воздуха плюс 14, ночью 2 градуса со знаком «плюс». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы взялись за футбол? Слишком серьезно. Слишком серьезно? Да. Сейчас играете в школьной, да? Скажем так, в футбольной команде. Потом, дальше, как видите, свое будущее с футболом? Солосы, мысалы, біздискауттар геп көрсер, біздискалуга. Біздискалуга, біздискалуга, біздискалуга гелар, мысалы. Мысалы, алтайдингискауттай, кайратпин. Кайратпин, баста байынсыз бамысын, идён жырақта басықа калады омирсыругыр? Ядай. Мысалы, алталға көрдетті, айтанан зосында тарады, біздискалуга? Дайсыз? Е? Пасқа четелгі бар көргуде дайсыз? Дай. Вы хотите заниматься футболом? Никакой другой профессии вы не рассматриваете? Нет. И не страхуетесь, да? Я футболщина Россия, ахша, 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 ахша. Нет, ну где хочу вырваться, что chuy Казахстан может общаться на футбол. Давайте заниматься. Что-то мальчелое, что мы видим. Молодцы. К следующим соревнованиям готовитесь? Да. Что у вас в планах? Молодцы. Ребята, вам только побед. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, в студии у нас были представители футбольной школы «Восток Семей». Мы желаем им удачи. Сейчас прерываемся на несколько минут. Мы смотрим рубрику «Полезно знать». Пожалуйста, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 В этом году мы получаем эрбитные ирекшели. Мы получаем эрбитные иркалы, которые мы получаем в этом году. Мы получаем эрбитные иркалы. Кезгелген шырмашлык Байхавы, эзбитные иркалы, калым көрелменген. Этога не имеет эркалы, а также обеспечения. В этом году, Казахстан, Олттык, Бионеринаси хаттау. Музыкалық иркакқа сай, Диняк кимылмен курсетлетен иркал, Мнабалғындар, Улкен, Кызуушылықпен менгеруде. Казах бей, бейшінің қозғалысы мен, Диняк қозғалысы арқылы көркем обрызды бейнелейдің ұлттық сахны өнері. Эр халықтың бейіне ғырап, өнер сүйер қауын оның тұрмыз салты мен, дәстүрі мен танцыпа мүмкінді қалады. Оған қоса, бей тамаша спорт. Олай болса, бей бейлеп шынығып жүрміздер. Бей өнері оқушылар дене бүтімінің әдемі қалыптасуына лөстегізіп, ден салықтарын шынықтырып, салыуатты өмір салтын ұстануда өте маңызды. Аға құйыр екенің қос етелі күрмелі, тесте екенші еті, кендалардың күрдері. Шарасады құрпырмен, үткүрлері құрпыртен, ең қарайды құрпырмен, ең ең әстенші құрпырменде. Қанцол киев қынайме, қолпан ойы құрпырмен, ең құрпырмендер, біз құрпырмендер, айдарымыздан гейін, білгің құмаршайдень, бағдарламамызды әрі қарай жағастырамыз. Ну а мы представим наших гостей. В студии у нас Артем Ирахнович, тренер футбольной школы «Восток Семей», а также у нас директор школы Тимур Каленов и меценат-спонсор школы Арман Машимов. Арман не только спидкубингом увлекается, но еще и футбол поддерживает в городе. Причем как поддерживает, Арман построил футбольное поле для ребят, и ребята бесплатно занимаются в 12-й школе футболом. То есть содержание команды – это огромное дело, развитие спорта, здорового образа жизни среди наших детей. Доброе утро! Большое доброе утро! Ребята у вас очень активные, очень такие способные, талантливые, видны, интересные, энергичные. И играют так же, да? И тренируются так? Играют так же, тренируются, отдаются полностью тренировкам. Ну, естественно, как открылись, только собрались, народу очень много приходит, есть талантливые ребята. Когда пришли, я вспомнил себя в детстве, тоже. В наше время был один мяч, мы за одним мячом бегали, а здесь у нас полностью вся амуниция есть, много мячей, и у детей появляется интерес. Так как не за одним мячом бегать можно, побегать там с мячом, там с мячом, поле позволяет. Ну, со временем, вот, начали, как мы открылись и начали работать, выявились лидеры в команде определенные уже. Можно ставить ставку, допустим, на ребят, то, что в дальнейшем человек этот может заиграть. Есть дети, которые, футбол не получается, не может пробиться в учебе. Так же вот, благодаря нашему спонсору Арману, ребята, кто у нас не получил из футболи, ушли в спидкубинг. Ну, в общем, как сказать-то, народу хватает, дети. Главное было бы желание. Да, главное было бы желание, да. В городских соревнованиях уже приняли участие, да? В городских соревнованиях, да, принимали участие, первый турнир у нас был, вробный турнир. В принципе, по, как мы готовились, такого я не ожидал от ребят. Удивили очень сильно, сыграли хорошо. Независимо, как есть команда Алтай, у нас ребята очень хорошие, уже более мастеровитые, они более, времени больше занимаются. Ну, опять же, наши ребята с ними вышли, не сломались духом, бились до последней минуты. Конечно, итог был не нашу пользу, но все же по ребятам было видно, что они... Главное процесс, да? Характер показали, да? Для первого турнира очень хорошо выступили ребята, так что сейчас в дальнейшем намечаются турниры, готовятся. И уже, как ранее было сказано, ребята готовы побиться за тройку для начала. А потом, в дальнейшем будем, естественно, биться только за первое место. Арман, жалко, футбол командасы, профессионалов, жардын бессилы, калай ойгын за кэлд? Балаган, карман бет? У меня есть желание поддерживать не только футбол. С футболом так получилось, что вот в прошлом году мы построили стадион на территории 12-й школы. Это, ну, все знают, да, поселок Восточный, это также, как и у нас есть такие районы, как Жаламан, окраины частного сектора, где нет спортивных площадок и очень много детей, которым заняться спортом сложно. В связи с рядом обстоятельств, да, у кого-то нет времени ездить в центр города, у кого-то нет денег на это, элементарно, да, и вот. И частный сектор, он нуждается в спортивных площадках, вот мы построили этот стадион именно для этой цели, чтобы дети занимались спортом, а не ходили бесхозно на собственных каких-то идеях, даже не то, что идеях, да, сами себе предоставлены. Вот. А футбол – это массовый вид спорта, которым можно привлечь большое количество детей, и вот на сегодняшний день уже более ста детей занимаются. То, что ребята сегодня пришли, это вот такой, как, скажем, это те основные, которые уже играют в основном составе, да, в футбольную школу. Ну, вот футбол, вот за счет того, что он массовый вид спорта, на него, наверное, больше и был акцент. В дальнейшем есть желание развивать и легкую атлетику, и баскетбол, и волейбол, но это уже будет зависеть от моих финансовых возможностей, наверное, больше. Ну, и это уже большой шаг, я думаю, для развития. В школе два тренера, но в ближайший год мы планируем увеличить состав тренеров до пяти человек, до пяти тренеров. Ну, и остальные планы – это вот руководитель Тимур, вот его уже это, вот именно для этого он и есть, тоже футболист. Может, не такой профессиональный, как Артем, вот, но очень хорошо развивается в футболе, в различных и турнирах. Все, что о футболе есть, он все знает, поэтому вот он и будет заниматься тем, чтобы развивать дальше школу. Как вы, как уже строите себе это развитие? Ну, как бы для меня это вообще новое что-то, да, руководить там футбольной школой детьми, грубо говоря, от, ну, зависит будущее, да, от наших шагов, от наших действий. Сейчас, на данный момент, не торопились принимать участие в различных турнирах, но, как бы, только собрались ребята, притираются друг к другу. Во дворе играть – это одно, а с ребятами-профессионалами, как бы, ну, это занимается уже по несколько лет. Сейчас открылось очень много школ, которые за деньги, как говорят, ребята. Частные школы, да. Частные школы, да. Ребята занимаются, деньги, как бы, это не очень удобно. Вот, в этом турнире при неучастии, в дальнейшем, я думаю, во-первых, набор останавливаться не будет. Кто сейчас, может, видит этот эфир, или родители чьи-то, кто об этом еще не слышал, но вряд ли такие люди есть вообще. Как бы, об этом не только восточный поселок знает, об этом знает весь город практически, вот. Набор будет продолжаться. Сейчас тренировку мы добирать, как бы, ну, все, то есть, на этом, кто успел, тот, там, успел, такого нет. То есть, мы будем развивать еще, увеличивать. В дальнейшем планы вывести на городские турниры, это однозначно, потом республиканские, ну, и с учетом этого, будем ездить пока в ближайший, наш сосед России, там очень сильные турниры проходят. Вот, вот, ребята подготовятся, как будут готовы, как мы увидим, что они будут готовы, будем дальше развивать их. То есть, они не знают, что мы открыли здесь, в школе дали, мячи раздали, там, экипировку играть, нет. Ну, то есть, будут ездить, как минимум, до России, мы точно будем часы выйдет. В ближайшие 5-10 лет, я думаю, здесь уже будут сидеть ребята, будущие, Алтай, Хайрат, как и не глядя, страна. Как бы, ребята способны. Это как минимум. Когда наши футболисты терпят поражение, существует такое мнение, что вот, виновата, наверное, эта система, которая не дает возможность детям, да, заниматься с детства, вкладывать в детский футбол, в детское развитие футбола. Сейчас мы видим, что вложения идут, вложения идут частные, да, это частные школы. Ну, у них свои преимущества, свои минусы, конечно же. И вложения спонсорские, вложения меценатов в бесплатный футбол для детей. То есть, мы уже начинаем готовить серьезных футболистов, серьезных профессионалов для нашей страны. Но есть и какие разницы, в чем разница, какие преимущества, когда дети занимаются бесплатно, своим любимым видом спорта, да, и когда родители за это платят. Да, очень большая разница. Я сам, в принципе, в спорт, в футбол именно не ушел. Вот по одной из причин, где там нужно было где-то платить, где-то еще что-то, экипировки не хватало. Ну, то есть, раньше не хватало денег и так далее, да. Вот. Сейчас для детей есть шанс, то есть, проявить себя, во-первых, это все бесплатно, а во-вторых, ну, просто работать на поле, как мы раньше хотели, там, пробиться футболистом быть там и так далее, да. Вот у них тоже такие есть мечты, главное, чтобы не бросать, заниматься, заниматься, а мы в свою очередь все предоставим для них. Ну, любой вид спорта, именно детский вид спорта, на мой взгляд, он должен быть бесплатный. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что величайшими спортсменами становятся именно те, кто в детстве нуждался. У них была мотивация серьезная, да. Да, и вот сегодня просто посмотреть по великим звездам таких, особенно в футболе, да, они все из простых семей, наверное, даже вот Бразилия, возьмите, да, это дети из бразильских трущоб, которые стали мировыми звездами. Почему? Потому что у них была мотивация, да. И Бразилия – это только один из примеров, практически все звезды футбола, они из очень простых и даже бедных семей. Что любая платная секция, она уже отсекает вот как раз таких детей, а они очень талантливые. Мы отсекаем большой контингент потенциальных звезд сами, когда делаем любые секции, неважно, это футбол, хоккей, это баскетбол или что, делаем их платными. Даже если нужно купить, заплатить там 2000 тенге, для каких-то семей уже это дорого. Да. Даже 2000 тенге. Поэтому я считаю, что детский спорт, он должен быть бесплатный. Взрослые, да, там уже коммерция, бизнес, на этом можно зарабатывать деньги, и вот оттуда уже можно привлекать средства и развивать опять же детский футбол. Вот сегодня мы хотим именно заложить вот эту основу, пускай она там лет через 10-15 это плоды свои даст, когда именно спорт, дети в большой спорт выйдут через бесплатные секции, через бесплатные кружки. И здесь важно, чтобы мы не дожидались помощи, когда это организует все государство. Вот самые развитые спортивные державы, как раз таки государство не финансирует спорт. Вот. Весь спорт держится на частных средствах. Вот. И инвесторы, естественно, в перспективе получают от этого какие-то дивиденды, причем очень хорошие, да. Мы сейчас это не рассматриваем. Здесь наша спортивная школа основана на том, что вот о воспоминаниях нашего детства, когда у нас тоже охота было играть, но не получалось в связи с тем, что нужно было куда-то ездить, где-то на форму, где-то на что-то, какие-то деньги нужны были, и очень много талантливых ребят не стали спортсменами. И вот, наверное, поэтому мы сейчас и, ну, про это зачастую про игры, у нас тот же футбол не на очень хорошем уровне, приходится привлекать легионеров, да. Если частный бизнес проинвестирует, то спорт любой должен быть доступен, особенно футбол, да. В каждом дворе в шаговой доступности должна быть спортивная площадка. Это даже, наверное, такой призыв, да, давайте все вместе, да, оснастим хотя бы наш город, хотя бы какими-то маленькими площадочками соберем денег, и звезды вырастут сами. Спортивная площадка, но бесплатная. Для детей бесплатная. Да, бесплатная для детей хотя бы, хотя бы во времени, там, с 9 утра до 6 вечера, скажем, потому что, ну, после обеда пусть занимаются коммерцией, сдают их и так далее. А вот в это время, там, в каждой школе прикрепить бы хотят. Потому что в основном, да, вот поля открываются, новые поля оборудованные, все, с огненением, но они под аренду. Мы говорим, что у нас есть, что каждый раз открываются новые поля, но они открываются, но для кого? Только для привлечения, да, средств, чтобы покупать свои затраты. А когда поле для детей открыто бесплатно, и дети могут заниматься хотя бы, там, вечером после школы или утром перед занятием. В принципе, они сильно не навредят на поле, они еще маленькие. Арман, скажите, когда к вам пришла вот эта идея поддерживать спорт, вообще увлечение детей, вкладывать свои личные деньги в это развитие, это была ваша, ну, скажем так, ну, не цель, может быть, а какие-то вот планы еще и с детства? Да, конечно, это закладывается с детства. Почему она закладывается? Вы были уверены, что вот даю еще успеха, я обязательно буду помогать детскому. Конечно, это закладывается с детства родителями. То есть я то, что помню, это родители последние отдавали, чтобы помочь кому-то, кто нуждался больше. Хотя мы помним, да, развал Союза, перестройка, да, нуждались тогда все. Но несмотря на это, мои родители помогали, по мере возможности, помогали другим. Вот, и взрослые делают, дети смотрят и повторяют. Вот мы повторяем то, что делают наши родители. И, соответственно, это закладывается именно с детства. Почему сейчас именно вкладываем вот в детей? Они посмотрят, что мы делаем для них. У них в голове это отворится, они это запомнят. И обязательно с благодарностью к этому отнесутся. Они, пускай они не принесут, не придут сказать, вот, спасибо вам, вы когда-то нам помогли, мы теперь стали звездами на уровне Роналда, Мести и так далее. Да нет, но, по крайней мере, они приедут в свой родной город и помогут таким же мальчишкам. Откроют им дорогу в мировой спорт, откроют им дорогу в благополучный, такой состоятельный мир. И будут поддерживать спорт уже на свои средства, не дождаясь, когда правительство проинвестирует это. На все денег-то не хватит. У нас есть еще медицина, у нас еще есть образование, да? У нас есть еще оборона и прочее, то, чего мы не видим, на самом деле, насколько это дорого обходится любому государству. Это понятно, да. Скажите, пожалуйста, ребят принимаете все, значит, критерий отбора нет. Ну, критерий отбора нет. У нас, допустим, если я вижу перспективного ребенка, я отправляю в основную группу. У меня, помимо основной группы, есть, я занимаюсь с детьми, которые только начинают играть, учатся в футболу. Так что у нас двери для всех открыты. У нас нет такого человека, не прошел, извините, ты играть не будешь. Он также посещает тренировки. У всех есть шанс. Как положено, да, у всех всегда есть шанс. Из-за этого никак, потому что есть такое вот, допустим, я по себе помню, у нас был парень в команде, но он толком, ну, вроде, не играл. А потом появился момент, он раз, раз и начал играть в футбол. Их, в принципе, хорошо и выступал в свое время в «Спартаке». Ими назвать, конечно, я не буду. И это так же и здесь, я сразу ребенка не разглядишь. Каждому ребенку нужен свой подход. Наблюдаешь за ним, как он себя ведет, что он делает, как к нему подойти, с какой стороны, чтобы его не зацепить, не обидеть. Дети же как они, бывает, там, раз, чуть-чуть крикнешь, кто-то понимает, что, ну, это в целях обучения. А кто-то, допустим, раз, вот, на меня, там, дети сейчас такие, потому что я говорю, по сравнению с нашей молодежью, ну, в наше время у нас, допустим, не было ни компьютеров, ни того, ни того. Мы, ну, наоборот, домой боялись идти, чтобы нас домой родители не тринали. А сейчас, наоборот, детей не выгонишь с дома. Да. Вот, это вот то, что, я говорю еще раз спасибо Арману, нашему спонсору, открыл стадион, привлекли столько много детей. Они звонят с утра до вечера, Артем Андреевич, там, можно мы в свободное время поиграем, можно мы сюда, каждый день готовы, каждый день готовы. Зато, чем хорошо, оградили их, чтобы они, там, не ходили на улицы, там, не бродили, куда попало, не лезли. Вот это у нас сработало. И сейчас, на Восточном данное время, творится такое вот, одна большая дружная семья. Все возраста, начиная с 2006 года и по 2001 год, все они вместе, все они. Как одна большая семья. Как одна большая семья. Изменились, а дети в плане сильно изменились. По-первых, очень тяжело было с ними найти подход именно по дисциплине. Это самая вот такая работа была, вот эти вот полгода. За полгода более-менее вырабатывалась дисциплина, и сейчас уже у нас уровень чуть-чуть вырос в плане всего. И по отношению к тренировкам, и по отношению, прежде всего, по отношению самому к себе. Как ребенок к себе относится, так и играем. Больше уверенности появилось у детей в себе, да. Потому что работает еще и тренер с ними. А тренер он и психолог, и близкий человек, как член семьи должен быть, да? Ну, это естественно, да. Ну, а с мальчишками-то сложнее договориться, да? Находите подходы к каждому? Находим подходы, к каждому найдем подход. Не так, значит, отсюда зайдем. Но найдем подход. Спасибо вам большое за ваше одно общее дело. Доброе дело. Какие пожелания будут семьячанам? Детей отдавайте в спорт. Отдавайте однозначно. Не нужно, чтобы они сидели дома. Вот, побольше свежего воздуха. Вот, мне говорю, любое общение детей – это их развитие. Вот, как мы говорили, да, у них появилась уверенность. Почему? Потому что они в коллективе. Вот, как одна большая семья, у них больше уверенности, они общаются свободно. Вот, они друг друга поддерживают, они друг другу помогают. И вот, что они сказали, да, многие из ребят, которые стали заниматься уже спортом, с уверенностью, а эта уверенность, и она транслировалась и на учебу, и они в учебе стали подтягиваться. Вот, это важно. Важна родительская поддержка, главное, вот, родительская поддержка – увлечение детей. В планах есть, вот, дополню немножко, в планах есть мотивация для ребят небольшая. То есть, ну, если у вас есть на учебе какие-то огрехи, там, по математике, да, у меня тройка не дотягивает, учитель жалуется, то есть у нас с директором тесное отношение с этой школой, спасибо ему, да, поддерживает. Вот, он нам дает информацию, как думает, то есть мы в любом можем спросить, вот этот парень как занимается, он там имеет какие-то проблемы с тем или иным предметом. У нас есть, там, в будущем мотивации различные для того, чтобы он потягивает всю учебу. Здесь мы ему поможем где-нибудь там, ну, приобрести, там, те же зальники, там, что-нибудь такое по форме, да. Ну, то есть вот такое, да. А так, пожелание одно – занимайтесь спортом. В особенности, да, детей отрывайте от компьютеров, от планшетов. У меня тоже маленькие двое, как бы, мальчик-девочка. Очень страшно, да, смотреть, что будет там в век технологии. Как бы нужно, но немножко ограничить. Пусть вот на улице выбежал, играет, вот побольше бы полей, конечно, вот если она сейчас смотрит, да, наши предприниматели города. Хотелось бы, чтобы они тоже, как бы, поддержали такое начинание такое, построили хотя бы в своих родных школах, да. Ну, многие же вышли там где-то сейчас, бизнесмены крупные, вот, в своих, на территории всех школ есть участки, по крайней мере, да, вот, помним, все играли. Вот, чтобы тоже поддержали. Пусть не такого масштаба, да, поле, там, с видеонаблюдением, с охраной и так далее, там, и с дорожками. Ну, хотя бы просто поле, где дети могли бы заниматься с утра до вечера. Чтобы двери всегда были. И не только бизнесмены. Давайте все вместе, все вместе заберемся. Хоть нет денег, только физически хотя бы придем и подстроим. Да, хотя бы физически. Нараза, какие пожелания были? Что бы мне хотелось пожелать? Чтобы в нашем городе пришло то время, когда играл, гремел Елемай, чтобы были такие же футболисты. Футболистам, что я хочу пожелать, вот, именно детям, которые, некоторые ребята там уделяют больше времени футболу. Нет, футболист, во-первых, он должен быть очень умный и грамотный. В плане не как он играет, а в плане как он думает. Вот это вот основное качество. Также, чтобы дети хорошо учились, будет учиться ребенок, хорошо будет играть в спорте. Это однозначно. Без учебы любой спорта не заиграешь. Спасибо большое. Спасибо, Рахмад. Еблик-то режиму ствозен.